Давайте рассмотрим пример программы, в которой используется наследование классов, чтобы почувствовать все услышанное на практике. Сначала опишем предметную область. Наша программа будет работать с геометрическими фигурами, поэтому нам понадобятся классы для представления фигур. Базовым для всех фигур будет класс Shape. Здесь мы объявим общие для всех фигур свойства, такие как цвет и возможность вычислить площадь. Цвет в данном примере мы сделаем просто перечислением. Поскольку конкретный тип фигуры и ее координаты на данном уровне наследования неизвестны, то метод вычисления площади будет просто заглушкой, возвращающей нам. Менять цвет фигуры после создания фигуры не предполагается, поэтому поле Color объявлено финальным. Опишем три конкретных типа фигур. Circle — это круг. Он задается своим центром и радиусом. Центр задается точкой. Для этого я завел еще один небольшой класс с двумя координатами x и y. У класса Shape есть только один конструктор, и он принимает в качестве параметра цвет. Поэтому в конструкторе класса Circle нам нужно явно вызвать этот конструктор, передав туда значение цвета. Переопределим здесь метод вычисления площади и метод ToString, чтобы можно было вывести объект на печать и увидеть его содержимое, а не имя класса с ничего не говорящим хэш-кодом. Второй тип фигуры — квадрат. Он задается одной из своих вершин и длиной стороны, размером. Также переопределим вычисление площади и метод ToString. И третий тип — треугольник. Задается тремя своими вершинами. И также мы здесь определяем методы вычисления площади и метод ToString. Давайте теперь попробуем сделать с этим что-то полезное. В методе Main главного класса программы создадим по одному экземпляру каждой из фигур при помощи оператора New, вызывающего конструктор. Имея на руках экземпляр конкретной фигуры, мы можем присвоить его в переменную базового класса — Shape или, например, Object. Такое присваивание всегда возможно и не требует оператора приведения типа. При этом объект, находящийся по ссылке, никак не меняется. Он продолжает оставаться экземпляром класса Triangle. Просто мы начинаем смотреть на него через ссылку более общего типа. Через эту ссылку нельзя вызывать ничего специфичного для треугольника, но можно вызывать все, что объявлено на уровне класса Shape и что по определению наследования также доступно во всех подклассах этого класса. Приведение типа в обратную сторону от базового класса к классу-наследнику возможно только явно при помощи оператора приведения типа. Причем, если мы не угадали с типом объекта, то произойдет ошибка во время исполнения программы. Угадать нам поможет оператор инстанцов. Однако частое использование инстанцов это признак неправильного использования объектно-ориентированного программирования. Один из немногих случаев, когда инстанцов действительно нужен, это реализация метода equals. Давайте теперь соберем все наши фигуры в массив и распечатаем содержимое массива. Для печати массива я завел небольшой утилитный метод, принимающий массив объектов. Почему объектов, а не фигур? Потому что данный метод не несет никакой специфики геометрических фигур и у переданных объектов здесь вызывается только метод toString. Благодаря такому обобщению этим методом можно будет потом воспользоваться для печати любых других объектов. А еще мы можем взять и найти фигуру с максимальной площадью. Для этого я тоже завел здесь небольшой метод. Он в цикле обходит массив и запоминает элемент с максимальной площадью, который в конце и возвращает. Здесь используется метод getArea, объявленный в классе shape и переопределенный в каждом из подклассов. Теперь запустим нашу программу и посмотрим, что получится. Итак, распечатались все элементы массива и найдена фигура с максимальной площадью. Это квадрат. Этот пример иллюстрирует важную вещь. Имея базовый класс для некоторого набора родственных классов, мы можем писать обобщенный код, оперирующий этим базовым классом. Коду будет неважно, какие конкретные экземпляры ему переданы. Это возможно благодаря полиморфизму, то есть вызову той версии метода, которая соответствует объекту, находящемуся в данный момент по ссылке. Хотя наш код оперирует переменной типа shape, но по факту вызывается та версия метода getArea, которая определена в конкретном подклассе, в зависимости от того, на какой объект указывает наша переменная типа shape. Продолжение следует... Продолжение следует...